На детях не экономят. Это стратегия нашего государства. Продвлена программа материнского капитала. Теперь его можно потратить не только на образование или улучшение жилищных условий, а еще на оплату детского сада или няни. Или получать в виде ежемесячных пособий на второго ребенка. О реализации последних демографических инициатив президент говорил с членами правительства. Семьи со скромными доходами имеют теперь право на получение ежемесячного денежного пособия в размере прожиточного минимума ребенка в соответствии с региональными нормами. Это примерно в среднем 11 тысяч рублей по стране. Я бы хотел, чтобы Ольга Юрьевна рассказала нам о том, как складывается практика использования этих новых инструментов, механизмов и возможностей. Нет ни одного субъекта, где бы эти выплаты уже не осуществлялись. На сегодняшний день самой востребованной мерой стала выплата на первого ребенка. 27 965 семей уже получают эту выплату. Каждый день мы получаем новые обращения. У нас есть некоторые позитивные моменты. У нас за февраль месяц 18 регионов показали прирост рождаемости, чего не было уже очень давно. Тема, которая волнует всех. Чистая вода и чистый воздух. Как спасти мегаполисы и промышленные центры от экологических проблем. Минимум половины вредных выбросов в атмосферу – это вклад автомобилей. Альтернатива бензину – газ. К 2020 году в городах-миллионниках на газомоторное топливо должна перейти большая часть общественного транспорта и муниципальные техники. Государственные инвестиции и частные деньги направят на модернизацию завода. Новое экологичное промышленное оборудование может быть запущено в серийное производство в следующем году. Браск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Здесь фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух. Я просил также обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал. Договорились, что с 2019 года у нас начнётся новая программа, будет внедряться новая система экологического регулирования. Должен быть сформирован список предприятий из 300 предприятий, а затем и все остальные. Ещё одна важнейшая социальная тема обсуждалась на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Как получить медицинскую помощь без проволочек? Здесь помогут новейшие технологии, единая информационная система. Клиники при согласии пациента смогут обмениваться медкартами и другими данными. Не нужно будет ввести с собой кип бумаг, если понадобится лечение в другой больнице или поликлинике. Я подписал распоряжение о выделении дополнительных денег, 2 миллиардов рублей, из резервного фонда правительства. Эти межбюджетные трансферты поступят в 75 регионов в соответствии с теми заявками, которые есть. Работа ведётся в рамках приоритета по электронному здравоохранению. Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, в каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документ оборот. Продолжение следует... Продолжение следует...